Всем привет, с вами Балканский Бомж и сегодня у меня на канале подробная инструкция о том, что вас так сильно волнует, как сделать кейс. Не, не такой. Другой кейс, самый настоящий. Но перед тем, как вам это рассказать, сразу предупреждаю вас о двух вещах. Первое, не воспринимайте это как legal advice. У вас должна быть своя голова на плечах и вы сами решаете, как и что делать. И второе, это все в первую очередь для обладателей вот таких вот красных паспортов. Для граждан других стран, я не знаю, но для обладателей красных российских паспортов, все на самом деле очень просто. Сегодня я расскажу вам, как сделать просто железобетонный кейс, подробно по пунктам и вот это вот все. Если вы смотрите мой канал, то наверное знаете, что я против связи с любыми криминальными организациями, против взяток и прочего такого. Так что да, именно фабриковать кейс, придумывать фальшивые доказательства и так далее ни в коем случае не стоит. Это рано или поздно вскроется, но не спешите закрывать это видео. Даже ничего не фабрикуя, вы сможете все сами сделать гораздо лучше. Но как, звучит весьма странно. Более того, при этом вы можете получить, скажем так, плюсик в карму. Каким же образом, скажете вы? Ну вот, например, поехали вы на отдых в Турцию. Взяли с собой свободные все средства, которые у вас были. Ну, у кого-то они есть, кто-то продает квартиру, а кто-то просто набирает кучу кредитных карт и снимает с них все деньги. У каждого свои методы, ничего порекомендовать не могу, люди разные. Так вот, приехали вы, скажем, в Турцию или в Грузию на отдых со своими деньгами. И вдруг поняли, что хотите сделать что-то хорошее. Так вот, я предлагаю вам поделить ваши деньги на три стопочки. Стопочки могут быть разные, стопочки могут быть равные, как вам угодно. Как воспользоваться первой стопочкой? На первую стопочку вы будете жить. Так что ее пока отложите. Что делать со второй стопочкой? Вы заходите на сайт Национального банка Украины и донатите украинской армии. Да, так вы, во-первых, поможете Украине, которая борется, в отличие от вас, с путинским режимом. А во-вторых, немножко загладите нашу общую вину перед украинским народом за сам факт существования вот этой вот войны. А что делать с третьей стопочкой? Третью стопочку задонатьте фонду борьбы с коррупцией. Помимо тех самых проектов, в которых они ищут недвижимость российских чиновников за границей и всякое такое прочее, они еще, например, помогают оплачивать штрафы политическим активистам. Мне кажется, дело очень хорошее. Ссылочка, как и на Национальный банк Украины, естественно, будет в описании. Кстати, что еще хорошего вы можете сделать? Вы можете подписаться на этот канал, поставить лайк и нажать колокольчик, чтобы видеть новые видео. А также не забудьте, все это нужно делать, когда вы находитесь за пределами Российской Федерации, например, в Грузии или в Турции, или куда еще вы ездите отдыхать. Почему? Потому что надо быть готовым к тому, что на вас возбудят уголовное дело, а ваши счета будут заблокированы. Но не переживайте, когда-нибудь путинский режим сменится, и вы будете реабилитированы. Ну, я надеюсь на это. Но это еще не все. У вас, конечно же, есть соцсети, может быть, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, вот это все прочее. Не забудьте рассказать об этом в своих соцсетях, оставить ссылочки на Национальный банк Украины, может быть, на фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и прочие полезные ресурсы. И посоветовать своим друзьям и родственникам тоже задонатить им. Почему? Самое главное, таким образом вы сделаете хорошо. Хотя бы совесть ваша будет чиста, оплатить огромные деньги каким-то мошенникам за фабрикацию и подделку документов. Ну, знаете, гораздо хуже. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok